И так, друзья, мы очередную тему поднимаем, но не просто очередную, а и важнейшую. Мы живем в двух разных мирах. Тот, который относится к науке, помните, у нас шикарное образование, мы выпускники Тимирезовской академии, и пошло, и поехало, деревья надо калечить, иначе они... и так далее. Коса нашла на камень. Почему? Потому что одно из их писем было 100% не просто оскорблением нас, братьев Железовых, Юрия и Валерия Константиновича Железова, а еще и оскорблением для всей науки. Вопиющее невежество, в чем вы убедитесь. Но пока, шарлатан, это я. Я решил так, у меня будет много интересного, у меня будет много доказательств, что все это чушь собачья. Вот. И в этой даме она запретила называть ее. Почему? Странно, когда идет дискуссия, так, когда кидают с такими словами обман, шарлатанство, это я продаю семена, семечки и косточки, так? А они, оказывается, не передают сортовое качество при гениатерном лизажении. Не передают. Из этих косточек не сорта вырастут, а дички и жердели. Раз упомянули жердели, значит, упомянули абрикосы. А люди вам верят. И выкладывают за них по 100 тысяч рублей. И вы хотите, чтобы я уважала вашу команду? А они не знают, кто у меня в команде-то. Так, знает только Юрий Владимирович Железов. Вот, да, команда, вот, да, двоюродный брат. Но есть друзья, есть совершенно другое садоводство, абсолютно другое. Оно волшебно, это волшебство невероятное. И сейчас вы с вами прикоснетесь к этому волшебству. Понимаете? Прикоснетесь. Вот, я начал с того, что начал подбирать материал. Ну, вывод такой. Вы, уважаемый Тимирязевка, или как там, грамотнее, выпускнице Тимирязевской академии, так и не узнаете, что живете в выдуманной вере. Почему? Раз по морде. Помните, как Ваньку Жукова? А она, хозяйка, меня селёдочной мордой в моё рыло. Это он жаловался до деревьев дедушки. А мне кому жаловаться? Вот. И вот он, выдуманный мир, так? И я, прежде чем, вот мы будем говорить о серьёзных вещах, вот они. Это мой текст, это не из этого. Вот. Это не из этого. Но главное, почему ещё? Человек, который смотрит их канал, там, миллион сто тысяч этих самых подписчиков, ах, Железов, по тысяче рублей. Ну, зачем такая это? Мелкая, как говорится, пакость. Вот. Ну, зачем? Где вы видели семечку по тысяче рублей? Нет. Они стоят тысячу рублей, они стоят ещё дороже. Их надо в долларах оценивать. Но это вы увидите потом. И у меня есть, как сказать, группа поддержки. Да такая. Сегодня я решил так. Вот это потом. Можете сейчас прочитать. Можете потом или второй раз, третий раз включить фильм и внимательнее посмотреть. Видите? Вот. Видите? Видите? Я вырос на черешне в деревьях. Тысячи лет их не прививали. И так далее. Но сейчас я окажется с вами в удивительном мире. Вот он этот мир. Сад Чернобаева. Сразу скажу. Я имею к этому саду самое непосредственное отношение. Если вы видите здесь эти персиковые плоды, то это всё начиналось с моих саженцев. Посмотрите на героя нашей сегодняшнего рассказа. И вы увидите его живьём. Вот. Живьём. Вот он. Вот. Вот они мои персики. Вот они мои абрикосы, но уже в его саду. Вот. Вот это удивительный мир. Вот. Вот это переделаны им мои синие, синие, подчёркиваю, венгерки. Переделаны им как? А вы, кажется, здесь в удивительном мире. Вот это вот плоды абрикоса бай. Как вам? Вот. У меня они, так, ещё 60-70, а у него за 100, но сад дублёр. Так должно быть. Кажется, в ещё поколении всё лучше и лучше. А теперь, похвастаюсь другом, я набираю его телефон, а теорию уже потом. Домитриевич, обижают, с селёдочной мордой моё рыло тыщут, как Ваньку Жукова. Вот. Выручай. Я сейчас тебя процитирую с этого самого. Смотри. Вот это вот выпускница Тимирязевки. Она же кандидат наук, если не правда это, потому что даже с трудом верится. Даже с трудом верится. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Я сейчас процитирую тебе. Давай. Итак, ОИ, это её живой человек, очень популярный, очень общительный. Учит, как уничтожать деревья, но это там уже подробнее. Вот. Ну, её уход кончается этим. Но это ладно. Итак, ОИ ответил Юрий, Юрий мой брат. Вот если бы в каталоге было написано, что косточки от сортов, это было бы честно. А вы продаёте косточки от свободного перекрёстного выпыления сортов, как сорта. То есть я продаю косточки гибридные, а там может это, дальше. А это обман, сорлатанство. Внимание, не передаются сортовые качества сортов при генеративном разложении. То есть выращивание семечек, костик. Из этих костик не сорта вырастут, а внимание, Дмитриевич, а дички и жердели. А люди вам верят. Ну и тут ещё враньё, выкладывают за косточку по 1000 рублей. Но это уже, чтобы меня добить. Ну и теперь я написал, что вы, уважаемая Тимирязевка, так и не узнаете. А они отказываются читать ответы. То есть мордой в грязь, а тут же отворачиваются, чтобы не видеть, что там дальше было. Итак, я внимательно тебя слушаю. А потом пойдёт теория. Половый процесс предполагает объединение в одной клетке. Мне нужны реальные результаты. Передо мной твоя папка с фотографией мне твоя дочка отдала. Тут великолепные картины. Ты художник. Мне почему-то кажется, что именно у художника должны были получиться такие результаты. Волшебные руки. Теперь твои примеры выращивания семечек косточек. Пожалуйста. У меня много примеров не существует. Дело в том, что я в своё время сорт бань, который абрикос левицкого, ну его иначе называют ещё десертный. Я с него выращивал подвои, вот, сел семечек только с него, целую кучу. Потом прививал эти абрикосы, там, ну, разможал сорта разные. Вот. А лишние меня однажды остались, девать некуда было, выкинуть тоже жалко. Я взял за забор посадил. Вместо, ну, скажем, зелёной зоны вдоль забора, там у меня четыре дерева посажено абрикосов. Они уже у меня года три-четыре начали как плодоносить. Единственное, где-то, ну, честно говоря, на шестой или седьмой год только заплодоносили. Из косточек, правильно? Из косточек, да. Именно дички. Я так думал, что, ну, ладно, пусть там типа жердилы вырастет что-то, да и хрен с ним. Мне нужно было украсить забор. Ну, замаскировать то, что у меня не очень... Приглядно выглядели со стороны улицы. В итоге, когда заплодоносили, три дерева из четырёх, материнские свойства сохранили настолько, что невозможно было отличить от нормальной культуры, из которой я брал. Вот дерево, вот оно у меня во дворе растёт. Культура эта. Бай, шорт. Я их сорвал, величина один в один, вес такой же, расцветка такая же. Просто один в один. Сохранили все свои материнские свойства. А четвёртое дерево, ну, получился какой-то видимо гибрид. Возможно, где-то что-то опылилось. Ну, тоже очень приличного такого, ну, приличной величины. Цвет абсолютно жёлтый. Если, допустим, сорт бай, он немножко почёк у него красноватый, такой, как бы слегка приопушённый. А это лысый такой, как восковый, и жёлтый. Ну, очень приличного такого вкуса, шикарного. И более морозостойкий получился во времена, когда цвет у нас убивало, допустим, зимой, цветочные почки. Этот давал шикарные урожаи. Правда, в этом году на нем десяток цветов, только было и всё. Вообще, это год не наш, не априкосовый. Далее, следующий пример. Персик, сорт Казанский. То же самое, ничего страшного. С косточек выросла та же самая культура, что и, ну, скажем, с культурного саженка. Сколько я их бывало прививал, то есть всё. А здесь получилось, что прививка у меня загнулась. Ну, не получилось. То ли сломал, то ли что. Думаю, дай хрен с ним на следующий год привью. На следующий год, ну что, в этот год выросла от корня. Пошли стебли такие, довольно-таки мощные. За год они выбукали, ну, наверное, метра по полтора, не менее. Потому что корень уже мощный был, дерево хорошее. Вот. На следующий год я забылся про него тоже. Думаю, да хрен с тобой, живи ты, живи. Вот. Как декоративный хус наставил. И что ты думаешь? Что тоже самое, абсолютно. Сохранили все свои свойства материнские плоды. Ну, скажем ещё, если пример. У меня, да и в тебя тоже иногда эти сеянцы покупали, от персиковых. Вот. Сбийска, да, это Алтайский край. Мужик звонит, у них там наводнение было, значит, эти деревья погибли. Сдуло их потихоньку. Наводнением. Вот. Говорит, шикарный такой персик. Просто мечта агрессора. Говорит, пришли мне ещё. Ну, если сюда так. Говорит, не надо мне никакой культуры. Именно силки. Потому что, ну, фотографии там всё нормальные, абсолютно. Невеличина та же самая всё. Ну, и Жуковка, Вишня Жуковская. Не знаю, из косточки выращена. Но ей нечем было переотолиться. Возможно. И потом, у меня, знаешь, это... Так, подожди, вот то мощное дерево, это уже что, у тебя семечка, что ли? Какое дерево? Вишня Жуковская. Я думал, оно у тебя привитое было. Не-не-не, семечка. Да ты что, они же такие же, как у меня. Там я на Владимирскую прививал, и вот она выбухала у меня, дерево большущее. А с неё я косточки беру, с неё, ну, и получилось так, что вот так же во дворе у меня там растёт, она небольшенькая. А, нет, я про то подумал. Про здоровое. Семечки, семечки выращивали. Ну-ну-ну. И следующее, я так думаю, слушай, Константинович, если семечек не выращивать, то как можно, ну, скажем, селекцией заниматься, новые сорта получать? А они не знают этого? Да ну нахрен, не знают, быть такого не может. Вот, допустим, приведи им, к примеру, это самое, кого? Байкалова того же. Он же перекрёстный путём, то есть с одного абрикоса на другой туда-сюда выращивал, перепылял, семечки сеял, новые сорта вывозил. Шикарнейшие сорта для Сибири. Это вообще, ну, я не знаю, у него степень научная какая была или нет, вот, но он громадное дело для Сибири сделал. Он здесь практически, наверное, первые эти самые абрикосы вырастил. И потом следующее, что я тебе могу сказать о местных садоводах? Никто ниоткуда не возил эти самые саженцы, их и не было в советское время, чтобы здесь где-то взять, купить. Все первые садоводы, тот же Левицкий, они семечек вырастили, эти абрикосы. Почему? Они где-то там, ну, со Средней Азии привезут эту косточку или там косточки. Посадили, вот выросло то, что выросло, ну, назвали мы ее, в честь, это что Левицкого, десертный этот шортбай. Кстати, это его фамилию Вековечил Железов, десятка публикаций. Это хорошо, правильно. Так вот его большинство, этот сорт, так и знают, как Левицкий. Вот теперь, да, а теперь смотри, я показываю, ты мне писал фотографию там, где плод не влазит в эту, в стакан. Сейчас я стакан найду. Ты говорил, что это Левицкий, правильно? Нет, это Филиппио, Володи Филиппио. А, Филиппио. Филиппио, у него брал. И, кстати, этот, тот же сорт этот, я не знаю, мы его условно назвали, это осенний Филиппио, потому что он... Мы назвали его поздний Филиппио. Да я его возле, стоял возле этого дерева, с Володей, и говорю, Володя, где ты взял это чудо? Знаешь, как он ответил? Да. Хрен его знает. Нет, а я знаю, что ты тоже выращен из косточки. Как с косточки? Ты что, правда? Я же это самое, уроженец Средней Азии, так, и часто, когда ездил домой, ну, там родители еще жили, ну, сестры, сестра еще до сих пор живет там. Это юго-восток Казахстана. Зачастую Салматы самой, да, и из Талдыкургана привозил косточки. Ну, там, наберу этих абрикосов, сожру их, естественно, а косточки везь сюда. Дело в том, что некоторые садоводы просто заказывали, говорят, ты там, набери абрикосов, косточек привези, ну, вот, таким образом мы здесь его и пытались вырастить. Которые морозостойкие, вот они до сих пор живут у нас, прекрасно плодоносят. Чертон сколько у нас запустим в Сайногорске, я понятия не имею, ну, думаю, не менее 20. Точнее, 120. Количество гибридов все растет, растет. Вот, мне присылают фотографии, вырастили с моих косточек, вот, с косточек, они же не знают эти в Москве. Вот, и меня спрашивают, а вы не помните, Бирка там потерялась или название, я хрен его знаю, это же гибридные. Правильно, вот эти, женщина О, точка, И, точка, и фамилию не называют, сказала, что это, от свободного пыления. Они гибридные, но мне присылают такие прекрасные, как ты рассказал, да? Вот, такие же прекрасные. Я не понимаю, зачем они это делают, это просто от злости, что ли? Вот я сейчас, твои фотографии, да? Вот, у тебя, вот, кстати, нашел, где в стакан не влазит, вот она. Только это, оказывается, Филиппиева, а не Бай. Ладно, мелочи. Это Филиппиева. Бай, у меня, я тебе фотографии сбрасывал, в этом, в ящике, лежат абрикосы, и там же лежит отборное яйцо. А, ты говорил, это академик. Нет, это не академик, это Бай. Бай, ну-ка. Бай, я тебе точно говорю, потому что у меня академика нет, я его уничтожил. Да я знаю, я тебя обещал расстрелять. Ну, правильно. Лучшее дерево. Ну, все, ладно, проехали. Сейчас, сейчас я ищу Бай. Вот, я нашел Бай с яйцом. Это Бай с яйцом. Увеличить, когда яйцо там до предела, посмотри, на нем два ноля. Это фирменная, это бирка, это отборные яйца, это крупные куриные яйца. Ага. Вот, это сорт Бай. Ну, когда его немножко чуть-чуть меньше, чем, как бывает, как облепиха, когда облеплено, то он несколько крупней, ну, вот такой. Когда, Юра, говорю, как облепихи на дереве, налеплено, ну, не знаю, может быть, на полсантиметра только меньше этого в диаметре. Так, Леня, время идет, слушай дальше. Значит, груши культурные семечек вырастил Боднар Борисович, угощал меня. Из груши, правда, долго ждал урожая. Раз, а ты рассказывал про семечку, и у тебя выросла полукультурная яблонька. Расскажи об ней. Ну, слушай, знаешь, ну, что о ней рассказывать? Яблоки такие, где-то грамм 100-120. Ого. По весу. Ого. Вот. Великолепных вкусовых качеств, но немножечко с кислинкой. Так, ну, обычно у нас любят, чтобы сладкие были. Вот, бочочек такой красный. Короче, он похож, очень сильно похож на боровинку, сорт боровинка. Ну, боровинка, она невкусная. Ну, то есть это быстрее всего свободное пыление, как это. Вот у нас же яблони одна в одну посажены, да? Пчелы перепыляют, и это, может быть, так получилось, что с этой семечки вырос какой-то гибрид. Но вполне культурного вида, крупненький, великолепно хранится. О чем нельзя сказать про боровинку, про ту же. Ну, похож сильно на боровинку. А хранится, я вот специально ложил эти яблоки на испытание в зиму. Ну, где-то вы еще в январе ее спокойно можете доставать и кушать с подвалами. Понял? Да. Так, ладно, теперь, знаешь, пусть немножко не по теме. Расскажи, вот, я еще возмущался, говорю, вот, это самое, мне к тебе в ученики пора идти. Как ты из синей венгерки сделал розовую? Да я не знаю, ты это самый, я думал, она такая и должна быть розовая. Ага, черт из-два, синяя я тебе давал веточки. Странно, но у меня розовая, вот фотографии. У меня нет ни одной розовой, у меня три сорта, богатырская, грация и сорочинская с Украины, все три синие. Когда я увидел у тебя на дереве вот это чудо, я чуть... Короче, так, не знаю, как я его сделаю, я его ничего специально... А, нет, открывай секрет. Подключай, они в меня привиты на абрикос. Вот, 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 вот. И от меня сколько лет таился, пока не получил урожай. Я вначале схватился за сердце, полезовали долом, а потом, когда ты узнал, что она привита на абрикосом, ну, все понятно. Вигнативная гибридизация... А, знаешь, что написали про вигнативную гибридизацию эти дамы? Сказать? Ну. Что это, вы же наука. Да, ну, мало ли, что скажут. Я обычно руководствуюсь фактом. Дело в том, что, смотри, я вот эти обычно прививал сливы, ну, вот эти на наши китайки, которые восточные, там, традиционные вот эти сливы. Ну, они же паразиты, расползаются корнями, знаешь, по всему участку. Так. Вегетативно прут, как сорняк. Вот. И тут меня что-то клюнуло в голову, ну, скажем, по-русски говоря, моча в голову стукнуло. Думаю, а почему бы меня не попробовать на абрикос присобачить? Ну, привить, в смысле. Абрикос же не ползет, ничего, у него монолитный, то есть, моноформный корень, все. Взял, привил. А какой сорт? А? Сорт абрикоса. Сорт абрикоса тот же самый бай, левицкого. А, ну, ясно. Вот. Слежи косточек. Тут же взял, привил на эксперимент. И привил, знаешь что? Сейчас я тебе сразу перечислю. Это венгерку вот эту вот. Я так и думал, что она венгерка розовая. Синяя. А? Синяя. У меня нет ни одной розовой. Ни одного плода. Смотри, какая красота. Косточки, то есть, это черенок прав у тебя, это точно я помню. Больше не у кого было взять в то время. А вот далее. Сортника. Черный тоже такой. Черно-синий, но длинненький. Ужасно сладкий такой, знаешь, аж сладкий получился. На этом же на абрикосе. Далее. Чернослив. То есть, все домашние эти самые сливы, или как вот, иначе их называйте, европейки, да? Ну, кто домашними называть, кто европейскими. Все эти сливы, которые там, из Европы, они у меня на абрикосе приведут. И только из той цели, чтобы у меня не ползло по газону вот эта поросель. Газон у меня прекрасный, чистый, сливы прекрасно растут. Плодоносик уже, я бы сказал, так, ну, лет, наверное, семь. Без изменений. Можешь с фотографиями сам прийти, посмотреть на них, пощупать. На полуднике, верно, найдешь ни одного этого, но, что касается поросель вот эта, вылазит. Вот, допустим, у меня привита твоя жуковка, опять же, а у тебя же брал черенок, на этом, на Владимировской, на сливе. А Владимировская, она же как шарфа. А, вишня, вишня, вишня. Вишня. И знаешь, что? Дерево выросло, ну, оно простимулировало, видимо, это там и корень. Ствол толстенький, все. Но от этой поросли избавиться до сих пор не могу. Она от этого дерева уже ушла примерно, ну, я точно не мерил, ну, думаю, метров на восемь в радиусе. И к соседу ушла уже пешком, и по газону ползает. Каждое лето беру стамеску очень острую и так потихоньку корни подрезаю, выдергиваю вот эти побеги, черт его. Так что вот, только и по этой причине я рискнул, да, то есть попробовал лабрикосик привить. Живут прекрасно. Так, Леня, сейчас заморгала эта самая, то есть зарядка заканчивается, она может через минуту, через пять. А я с тобой не хочу расставаться. Вот. Еще я тебе один пример. Давай, давай, давай. Но когда отключится, пусть все знают. Все живут. Пример. Что она отключилась внезапно. Говори. На войлочной вишне тоже сливы, вот эти европейские, хорошо прививаются, прекрасно живут. Первый раз слышу. Это возьми камеру, съездник к жестовским, известные садоводы у нас. Да я у них фильм снимал, они про это ни слова. Нет. А они угощали меня. Понимаешь, у них две сливы. Одна привита на сливе, на этой самой, на восточной, на Китайке, как мы говорим, да? А вторая привита на войлочной вишне. И вот один и тот же сорт. С войлочной вишней, ну просто злайши, недовая, вкусная, шикарная, ароматная. А там, знаешь, такая, как тряпка, пресная, противная. Даже в среду у них величина одинаковая абсолютно. А вкусовые качества другие. Далее. Я в свое время прививал Евразию 21, слива такая, помнишь, была, да, вот в свое время. Тоже на войлочную вишню. Великолепно, жила, прекрасные, вкусные, в общем, ягоды давала, ну, эти плоды. Так что, примерно, я тебе много могу насказать. Я только персик на войлочку прививал. А слива им в голову не приходило. Короче, отстал я. Так, запиши меня в ученики. Ага, ну-ну-ну, скажешь. Я просто любитель, так, скромненький. А кто тогда эти мерязевки, если ты просто любитель? А хрен его знает. Они не хотят, они, главное, что? Ответ был такой, знаешь, не надейтесь. Ваш ответ читать не будем. Видимо, недоучки. Я так думаю. Так они пишут, у нас шикарное образование. Да мало ли еще какое образование. Вот, допустим, медицинскую академию заканчивают люди, да? А старые, то есть те же самые профиля, которые выпустили своих учеников, у них лечиться боятся. Потому что они полутупые. Я, я, я за это был скандал, когда оказалось, что врачи-терапевты не умеют укол ставить. Бывает такое, но вполне... Ну вот, Мясников по телеку что заявил? Вот этот известный у нас врач, который передачу ведет на тему здоровья по центральному телевидению. Говорит, я со своим другом разговаривал на днях. Он мне, говорит, знаешь, что сказал? Говорит, слушай, ну мы, говорит, сейчас уйдем, то есть вымрем. А кто будет после нас останется? То есть с таким огорчением, что ну и доучки все выходят из этих институтов, четко вы знаете. Ну, там на тему образования была в него передача, что как учат, что даже учителя боятся у своих учеников потом лечиться в последствии. Ну да. Ну, конечно, это быстрее всего тоже иностранное образование, наверное, влияет на нас. У нас же все-таки было самое лучшее, в принципе, в мире образование в свое время, в советское время, так скажем. Вот. А сейчас, наверное, хрен его знает, по макушкам пробегаются. Да, их никто и задачи не ставит учить. И потом, слушай, знаешь что? Вот как-то кто-то там из силосов в свое время говорил, из древнегреческих, говорит, слепа теория, мой друг, лишь древо жизни зеленеет, понял? Ну, я-то понял. Мои теоретики, они сначала должны... Короче, сейчас отключится этот самый видеокамера. Короче, ты тоже шарлатан. А, ну, ладно, я согласен. Ну, меня устраивает это... Это у меня очередное звание, у меня уже есть, знаешь какие? У меня уже есть, ой, их страшно даже называть. Вот. Шаман, Шаман, Наполеон. Я вот, допустим, слушай, всем своим знакомым... Ну, да, на тебя, конечно, бочку катят некоторые товарищи. Не знаю, быстрее... Да знаю, знаю, знаю. Из-за завидки. Ну, я говорю им одни с ней, ну, ладно, слушай, не берет железо на себя, ну, скажем, нагреб побольше. Или много на себя взял, да? Ну, я говорю, подвижник, он самый, это... Я говорю, не пусть его... Откуда у нас было бы столько сортов и вот таких вообще, культур таких? Ой, сейчас закончится, Аленя, знаешь, что мне говорят? Давай. Железов пришел на все готовое. Ага, хрен нарыло. Ой. Ничего тут не было. Железов начал, я начал, тот, тот, Ров начал, этот, Филипп Евгеньев. Я про всех рассказал, про Жестовскую. Про Володю Бородича, про Боднера, про Левицкого, про Сосникова, про Бельтяевского. Вот. Еще, еще 10 фамилий. Про всех. Вы правильно. Вот это подвижники. Вот откуда у нас сады пошли. Мы же таскали почти со всей России всякий материал. Кто косточки, кто семена, кто черенки. Я, в частности, с Юго-Востока Казахстана кучу. Во, а я всем говорю, апорты, это ты. Назарбаев сказал, ищите апорты, в Аказахстане нету. Я кричу в своих фильмах. Чернобаеву. Ведь сам обидно, бесплатно отдашь. А я, да, зачастую. Я и саженки отдавал бесплатно. Лишь бы это сохранить. Так что, апорты, да, апорты я 36 лет тому назад. А, кстати, вот они апорты. Все, показываю, потому что сейчас само остановится. Вот, показываю, вот, показываю, вот, показываю. Вот 550 грамм. Да, 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 да. Вот они красавцы. Как раз, как специально. Вот, все. Это самое. Леи Митриевич. Сейчас откроется. Так жалко. Ну, это, ну, все. Ну, скажи что-нибудь еще. А что я могу сказать? Все вот эти вот яблоки, которые я привез с этого, с Казахстана, они все привиты были на Сибирке. Сибирке. На Сибирской яблоне, которая вот, у него там плоды-то немножко больше гороха. Так что, ну, великолепно себя чувствует до сих пор. Все-таки временем уже испытано. Да уже я твой, я, уже я ем. Уже детей угощал специально. Да, да. Это я тебе навязывал в свое время этот сорт. Ты говоришь, да, ну, у меня там... А у меня был Байковский, это, он же, только в два раза мельче. Ты понимаешь? Опорт Толматинский и в два раза мельче. И где я взял? Ездил в научную станцию. Нет. Я тут непосредственно стал до Кургана привез. А тебе не кажется, что это сейчас последний? Потому что, если Назарбаев сказал нету в Казахстане, ищите. Ты представляешь, какая ценность твоя сада? Все, заканчивается, все. Извини, уже все. Отключается. Все отключается на полусловие. Обидно, конечно. Но у меня и батарейка...